Лестница вообще просто еле дышит. То есть становишься на ступеньки, ты можешь просто упасть. Так выглядит подъезд двухэтажки на улице маршала Батицкого, 21. Деревянные полы и лестница проваливаются просто под ногами, сетуют жильцы. Под зданием расположено бомбоубежище. Поэтому, говорят люди, каждый раз выходят на улицу, опасаясь рухнуть в укрытие. Когда только в подъезд заходишь, там уже провалился человек с правой стороны. И приходили жилком сервис, поставили латку. А латка со створки 100 лет давности дома. Слева тоже дырка. Она задерживает только линолеум. Или от стенки отстанет весь. И тоже ноги. Просто упадешь в бомбоубежище. Двухэтажное здание построили в 50-х годах прошлого века. Тогда же небольшую квартиру харьковчанка Тамара Данильченко получила как сотрудник электромеханического завода. Возмущенная пенсионерка вздыхает. За последние несколько лет дом пришел в аварийное состояние. И добавляет, спускаться со второго этажа по старой лестнице одна не рискует. Только позавчера два дня, как три, выписалась. Не могу выйти на воздух. Потому что иду, а так вот, если заведут меня, я иду, извините, как говорится, ноги ставлю туда, где не проваливается. С просьбой реконструировать дом, утверждают местные жители, обращались в жилком сервис, приемную мэра и службу 1562. В участке жилком сервиса номер 30 общаются неохотно. Работники учреждения говорят, информация располагает начальник, которого на рабочем месте нет. Мы свали на концерт по пригласительному администрации этого района. Если косметический ремонт жители дома делают своими силами, то полностью реконструировать здание не могут. Стоимость восстановления пола и лестницы для них неподъемна. Юлия Семененко, Надежда Тофан, Алексей Калмык, Медиагруппа «Объектив».